Им заинтересовались люди Шелленберга. Он нашел ответ для себя в короткой справке, приобщенной к делу. Пастор Шлак дважды в 1933 году выезжал в Великобританию для участия в конгрессах пацифистов. Они заинтересовались его связями, понял Альсман. Им было интересно, с кем он там встречался. Поэтому его взяли к себе люди из разведки. Поэтому его и передали Штиллицу. Причем здесь Штиллиц? Ему поручили, он выполнил. Пожалуйста, специальную картотеку. Альсман из 4-го управления. Здравствуйте. Пожалуйста, посмотрите в своей картотеке, есть ли техническая запись допроса пастора Шлага штандартным фюрером Штиллицем. Да. Да-да. Хорошо. А если бы вы не были пасторем? А я против такого умозрительного допуска. Ладно, я огрублю вопрос. Если бы вас лишили сана, вы бы включились в борьбу против режима? Вы меня уже спрашивали об этом. Девять дней назад, когда вы привозили меня поужинать в этот смешной ресторанчик. Пухлый Готлев, да? Тем не менее, ответьте. Вы включились в борьбу против режима, если бы вас лишили сана? Не знаю. Я всю жизнь ненавидел насилие. Но для каждого человека настает момент, когда он больше не может терпеть. Скажите, вам было страшно в тюрьме? Мне было страшно все 11 лет вашего пребывания у власти. Демагогия. Вам было страшно все то время, которое вы провели у нас в камере в тюрьме? Ну, разумеется. Разумеется. Вам бы не хотелось попасть сюда еще раз, если предположить чудо, что мы вас выпустим? Мне вообще бы не хотелось иметь с вами дела. Прекрасно. А если я поставлю альтернативой вашего освобождения одно условие? Нет, я не... Нет, я не об этом. У нас много информаторов. Вы ведь хотели спросить об этом? Нет? Об этом. Ну, вот видите. нет. Условие мое вот какое. Мне хочется, чтобы вы сохранили со мной добрые отношения. Чисто человеческие. Вы хотите помочь мне как личности или строить на мне расчеты? Я строю на вас расчет. В таком случае я должен быть убежден в том, что цель, которую вы преследуете, добрая. В противном случае мне трудно ответить вам положительно. Считайте, что мои цели избыточно честны. что вы будете просить меня делать? у меня есть друзья в наших государственных организациях, люди науки, партийные функционеры, журналисты, военные, словом, люди. Нет, это не оппозиция. Эти люди фанатично преданы режиму. Мне было бы занятно, если бы вы, если мне, конечно, удастся убедить начальство освободить вас. Поговорили с ними. Я не буду вас спрашивать отчет об этих разговорах. Я, правда, не убежден, что за стеной не будет поставлены диктофоны. Вы можете пойти в лес, я не знаю, в поле, поговорить там. Мне было бы интересно услышать ваше мнение о той степени зла или той мере добра, которую вы обнаружите в этих людях. Такую услугу вы могли мне оказать? лидер. Либо вы чересчур доверяетесь мне и просите у меня поддержки в том, в чем вы не можете попросить поддержки ни у кого другого, либо вы меня провоцируете. Ведь если вы меня провоцируете, наш разговор пойдет по кругу. То есть? То есть мы опять не найдем общего языка. Вы останетесь функционером, а я человеком, который избирает посильный путь, чтобы не становиться функционером. Что вас убедит в том, что я вас не провоцирую? Посмотрите мне в глаза. Мы будем считать, что мы обменялись верительными грамотами и договор, так сказать, почти заключен. Продолжение следует... Ох ты, степь... Ой, ты, степь широкая, степь раздольная, Ох ты, Волга-матушка, Волга-мольная... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok